Играть по теории или играть на чувствах? Сегодня поговорим с вами вот об этом. Меня зовут Миша Ряженко, и я тут на самом-то деле вообще-то и так, и так умею. Могу просто на чувствах. Вот какая теория, да? Вот смотрите, я гриф вижу сейчас в камеру. Я могу просто начать играть. Я не думал сейчас о теории. Я просто зацепил два звука и какие-то дальше продолжал что-то подтяжки. Мне нравится, как это звучит. У меня хорошие мониторчики. Я чувствую гитару, ну, в смысле, понимаю, что звучит как-то вот, ну, на чувствах, да, на чувствах. Но теорией, как бы, я это сейчас не обстряпываю. Но можно обстряпать это все теорией, да? И как бы я такой, о, наверное, это был какой-то минорный лад. Я даже не знаю, на каком ладу я сейчас играл. Не знаю, какая тональность. Ну, просто нравится, как звучит, и все. И как-то вот оно поет вместе с тем, что я могу у себя внутри представить и сыграть на гитаре. Сегодня поговорим с вами вот об этом. Если хотите, чтобы ваша вся теория обстряпалась классно, то, пожалуйста, делайте это вот с этим пособием. И у вас вся теория будет обстряпана с вашей гитарной игрой. И куча упражнений, куча теоретических материалов, куча видосов, платформа, клуб. Классные ребята. Это все это вот по ссылочкам в описании. Либо забирайте то же самое, без обновлений, по мега-чип-пэккедж. Внизу, соответственно, 1990 рублей. Пожалуйста, давайте. Короче, значит, история следующая. Вы можете знать теорию, можете не знать, но теория абсолютно точно, это миф, не мешает вообще никаким образом вашей музыкальной креативности. То есть, если я захочу что-то придумать, я могу просто придумывать. То есть, опять же, смотрю сейчас просто в камеру, вот смотрите, вот куда, я не знаю, вот здесь поставлю какие-то пальчики, начну что-то просто играть и сочинять, походу. Хрен знает, что я сейчас играл. Но, в принципе, это все вот какая-то хрень, да? Но если допилить это сейчас, посидеть, попридумывать, из этого можно какие-то рифчики. Поможет ли мне здесь теория? Ну да, то есть, как бы, наверное, что-то я какое-то по звучанию, да, не смотрел на гриф, но по звучанию терция какая-то, вот где-то сейчас здесь играла, да, потом какая-то вроде вторая терция, что-то я куда-то переместил, какие-то интервальчики, плюс еще какие-то у меня в руках есть просто штрихи, на которыми просто можно играть. И поэтому не мешает теория, не мешает. Теория мне помогает, вот таким вот прям вот образом. И если вы хотите играть на чувствах, вариант у вас один. Сначала вам надо просто что-то узнать, потому что если вы не знаете ничего, никакой теоретической основы, то какие нахрен, соответственно, чувства? Чувствовать-то что? Вам же надо что-то играть, чтобы что-то чувствовать. А если вы ничего не играете, ну, вернее, не знаете, что играть, то какие нахрен чувства? Чувства вам не помогут. Вот, то есть если я хочу играть блюз, достаточно хотя бы знать какой-то пентатонической ситуации. И это уже что-то, это уже прям целая движуха. Блюз я вот сейчас могу играть, потому что я уже понимаю, что я играю. ИНТРИГУЮТЕЦИЯ То есть я играю что-то чисто на филинге, на чувствах, но могу играть и по теории. То есть я могу разложить это все на теорию, но если я буду играть чисто по теории, конечно же, это будет так, что... Так, сейчас я сыграю такую-то ступень, такую-то ступень. Вот такие ребята есть, такие гитаристы есть. Звучат они примерно вот так. Так, я играю сейчас тринадцатую ступень, седьмую. Да, не важно, что я играю плохо, просто не важно, я играю тринадцатую, седьмую. Так, сыграем вертушку на пониженную пятую, седьмую и вообще что-нибудь. Теперь просто на четвертую, это была пониженная четвертая, она же, соответственно, большая терция, и вот теперь на пониженную пятую. Ну, короче, понимаете, вот игра становится немножко... Ну, это агрессивная, конечно же, я сейчас просто утрирую, но да, если вот теория, прям чисто теория, то это, ну, вот как бы плюс-минус как-то вот так. Вот смесь теории сейчас вот с непосредственно знаниями и чувствами, то есть все вместе. Я понимаю, что я играю, да, и понимаю, ну, как бы, как это прочувствовать так, чтобы это звучало вкусненько, так прям со вкусом, как говорится. Да, в принципе, это все, что надо вам знать для того, чтобы кайфовать от музыки. То есть, чтобы чувства разделять, соответственно, с теорией, вы продолжаете чувствовать и вкладывать туда все творческое, что у вас есть, также как-то с какой-то насмотренностью, наслушанностью на что-то еще, на каких-то других ребят это все смешивать, и также обязательно применять к этому, соответственно, к теорию, да, то есть вы просто все это миксуете, и только так это будет классно работать, и только так это будет прям вот красиво. А если это как-то иначе, то оно не будет красивое. Не верьте тем музыкантам, которые говорят, что они, типа, ничего не знают. Это все полная херня. Посмотрите, как вот ребята Майкл Джексоном узло писали, там, Стив Лукатер, там, и прочие ребята, ну, Иван Халлен, все, короче, вот эти ребята, которые говорят, я ничего не знаю. Ну да, нет, они знать-то могут ограниченное количество чего-то. Но они не могут не знать. То есть есть ребята, которые гении, но даже они много чего знают. Посмотрите интервью моего с Валерой Степановым на канале, да, там, типа, он все знает, или там с Ромой Булаховым, или с кем-то еще. Они знают все, но при этом, когда они играют, они играют чисто по кайфу. И чем больше вы знаете теории, тем проще становится вам делать красивыми простые теоретические вещи и оборачивать их в что-то чувственное и сочинять какие-то простые партии, как ни странно. То есть у меня, получается, за счет теории, наслушанности, насмотренности, наигранности просто сочинять любые какие-то штуки, там, не знаю. Хрен знает, да, но я могу разобрать. Я представляю примерно, что я играю по теории. Ну, то есть, когда я вот это играю, но сочиняю что-то простое, действенное, классное, музыкальное. Вы можете точно так же. То есть вопрос только в прокачке всего этого. Но самое главное, что ведет к связи всей этой движухи, это слух. Вот слух, он прям офигенно связывает все это. Если слух не развивается, берите любые приложения для развития слуха в своем телефончике, и у вас все будет классно. Ну, и играйте, конечно, с живыми музыкантами. Спасибо, что посмотрели этот видос. Пускай горят отверстия у тех ребят, которые, соответственно, думают, что все иначе. Пошли они в жопу. Вот, а мы с вами будем делать классную музыку. Спасибо, что посмотрели это видео. Очень круто, что вы смотрите. Подписывайтесь, забирайте пособие по акции до 21 число этот месяц, и, пожалуйста, подписаться, не забывайте.